Сейчас известная идёт антикоррупционная кампания, и в интернете, внимание, прикуп... Не кампания. Ну, то есть, как это называется? Не кампания разве? Нет, не кампания. Это наша политика борьбы с коррупцией. Долгосрочная и рассчитанная на положительный результат. Я вам хочу, я буду краток, я хочу вам вернуть ваши вопросы с интернета. Где посадки, Владимир Владимирович? Посадки? Вы знаете, ну, загоряча чего не скажешь, а мы все раздражены подчас тем, что у нас происходит, тем, что мы видим. И, конечно, посадки должны быть обязательно. Но, кстати говоря, их не так уж и мало. Но вопрос не в жестокости наказания, вопрос в его неотвратимости. Вот это самое главное, это вам любой юрист скажет. И мы должны стремиться именно к этому. И я хочу еще раз подчеркнуть и еще раз вернуться к своей реплике. Это ни в коем случае не кампания. Мы должны последовательно проводить борьбу на подавление, на искоренение коррупции. Нам нужно бороться с коррупцией не только в высших эшелонах власти. И не только говорить о том, что происходит в Министерстве обороны. Нам нужно не забывать, что людей беспокоят и тревожат на улицах городов и поселков, когда там сотрудники соответствующих служб деньги вымогают. Нам нужно не забывать, что происходит в социальных сферах. Неприятно говорить, но в том же образовании, здравоохранении и так далее и тому подобное. Нам все это нужно иметь в виду. И нужно работать по всем этим стратам и по всем этим направлениям. Мы так и будем делать обязательно. Пожалуйста. Сначала хотел поддержать коллегу. Действительно сейчас это может быть главное, о чем разговаривают люди на кухне, в трудовых коллективах. Очень беспокоятся, чтобы это не превратилось в действительно компанию. Тем более сегодня пресса пишет, что все практически по игорному делу освобождены люди. Никого сейчас нет в заключении. Когда обсуждают люди, что в меры перечения выделяется домашний арест в 13 комнатах, это кажется людям не очень адекватной реакцией. Поэтому здесь тоже люди будут поддерживать и просят вперед. Извините, я, если позволите, сразу же выскажу свое мнение. И я уверен, что подавляющее большинство находящихся в зале здесь меня поддержит. Конечно, мы должны быть жесткими и последовательными. Но мы должны всегда действовать только в рамках закона. И вот это непростое дело и для следственных органов, для органов дознания, для судов работать грамотно, квалифицированно и доводить дело до окончательного решения. Почему я это говорю? Потому что по многим составам коррупционного характера, вообще в экономике, процесс доказывания достаточно сложный. А только выносить решение судов, приговоры судов, только потому что мы уверены в том, что человек совершил преступление, но не смогли набрать доказательств, нельзя. Иначе мы скатимся опять в 1937 год, понимаете? Вот что мы следуем. Да, это тоже правильно.